Библейский портал экзегет.ру представляет Сюжетное – это одно повествование, но в древности писали на свитках, то есть длинная полоса бумаги, и в столбик там пишется. Соответственно, если свиток слишком длинный, им практически невозможно пользоваться, очень трудно найти нужное место, толстый, неплохо сделать его поменьше, чтобы он перематывался, чтобы можно было как-то поставить его куда-то. Поэтому длинные тексты разбивались на свитки, и вот повествование о царях, израильских и иудейских, собственно говоря, разбито на четыре, поэтому четвёртая книга царей – это, можно сказать, четвёртый том единой книги царей. И что у нас сложилось к концу третьей? У нас уже существует разделённое израильско-иудейское царство, они же северное и южное, причём постоянная проблема, на которую обращает внимание повествователь, то, что цари уклоняются от следования Богу, они впадают в язычество, они стараются всячески обустроиться на своей земле, особенно это касается Северного царства, и для этого вводят собственные культы, помимо, собственно, Иерусалимского храма и всего остального. Ну и вот ведущую роль в этом всём играет северный израильский царь Ахав, о его последних днях рассказывает начало четвёртой книги. Простите, конец третий, а вот что происходит после смерти Ахава, рассказывает начало четвёртой. После смерти Ахава моавитяне восстали против израильтян. Напомню, что отношения между Израилем и окрестными народами, муав и дом прежде всего, это такое, знаете, с одной стороны соперничество, вражда, с другой стороны они, в общем, друг друга хорошо знают, и там в конце третьей даже описывались проекты по совместным каким-то экспедициям через Красное море, то есть они то воюют, то дружат, но, в принципе, северно-южное царство между собой примерно так же. И вот здесь, соответственно, израильтяне в какой-то момент взяли власть над моавитянами, это ещё при царе Давиде на самом деле было, а теперь вот моавитяне воспользовались ослаблением Северного царства после смерти Ахава, эффективного менеджера великого правителя, но при этом жуткого язычника и нарушителя абсолютно всех норм, но вот в узде он всех держал. После смерти Ахава мавитяне восстали против израильтян, и дальше маленький такой эпизодик, который скорее про пророка Илью, чем про царей. Пророк Илья, на самом деле, главный герой второй половины предыдущей третьей книги царей. Израильский царь Ахазия, как раз преемник Ахава, выпал из-за решеченного окна своей горницы, что была в Самаре, и разбился. Что там было, мы не знаем, ну, оперся на окошко, а там решетка выскочила или что-то еще. Он послал гонцов с таким приказом, спросите у Балзевого божества и Крона, это один из ферестимских городов, встану ли я после этой болезни. Ну вот он отправляет к гадателям в какое-то языческое святилище. Ангел Господний тогда сказал Ильи Стэшбе, а это я напомню главный наш пророк, о котором постоянно во второй части третьей книги царей говорится, «Отправляйся навстречу гонцу самарейского царя и скажи им, разве нет Бога в Израиле? А вы отправились, спрашивают Балзевого божества и Крона. И за это говорит Господь Ахазия, не встанешь ты с постели, на которой лежишь, на ней и умрешь». Казалось бы, какое дело Илья до этих подробностей? Ну вот он ревнитель, в хорошем смысле этого слова, он тот, кто не дает просто так соскользнуть в язычество. «Илья вышел в путь, посланцы вернулись к Ахазии, и он спросил их, что же вы вернулись? Они ответили, навстречу нам вышел человек и велел нам вернуться к отправившему нас царю и передать ему, что говорит Господь. Разве нет Бога в Израиле, чтобы тебя посылать за ответом к Балзевому божеству и Крона? И за это ты не встанешь с постели, на которой лежишь на ней и умрешь». Он спросил, а каков с виду тот человек, что встретился вам и сказал все это? Они ответили, ведь он был волосат, а под чреслом был опоясан кожаным поясом. Ну, то есть такой дикий человек, который не носит цивилизованную одежду. Может быть, не волосат, в смысле волос на теле много, хотя это может быть, тогда он, в общем, практически обнажен в какой-то набедренной повязке. А может быть, он в шкуру одет, то есть не носит человеческую одежду, а так вот что-то такое звериное на себя нацепил и ходит, как такой зверь. Потом Иоанн Креститель будет очень похоже одет. И как раз, наверное, это отсылка к Илье, Иоанн Креститель будет носить верблюжий какой-то, мы не понимаем, плащ или там что-то еще из верблюжьей шерсти. Вот волосы, волосы, дикое состояние. И тоже опоясан поясом. И царь сказал, это Илья Истышбе. Он отправил за ним пятидесятника вместе с пятидесятком. Ну, все понятно, да, то есть предсказал пророк Божий смерть, надо как-то это изменить. Ну, что делает власть, что делает царь? Отправляет за пророком силовые структуры, чтобы те его взяли и привели. Ну, а дальше он с ним поговорит. Заставить, заставить пророка как-то выступить посредником, переменить пророчество. И вот пятидесятник, командир отряда в полсотни человек, отправляется на поиски. Когда он пришел к Илье, тот сидел на вершине холма. Пятидесятник сказал, человек Божий, царь велит себе сойти. Смотрите, такая немножко абсурдная ситуация. Человек Божий, царь велит. Если он человек Божий, он слушает Бога, и приказы царя ему ничего не значат. Ну, представьте себе, там генерал сидит, а ему приходят и говорят, сержант приказывает, да, но сержант, он не выше генерала, царь не выше Бога, да. И Илья отмечает это противоречие, причем делает это очень резко. Так отвечал Илья Пятидесятнику, если я человек Божий, пусть огонь сойдет с небес и спалит себя вместе с пятидесятком твоим. И царь снова отправил за ним Пятидесятника вместе с пятидесятком. И тот обратился к нему, человек Божий, царь велит себе скорее сойти. Так отвечал Илья Пятидесятнику, если я человек Божий, пусть огонь сойдет с небес и спалит себя вместе с пятидесятком твоим. И сошел с неба огонь Божий и спалил его вместе с пятидесятком. Слушайте, вот я не хочу такое читать. Приходится, а не хочу. Зачем он убивает невинных воинов? Ну ладно, Пятидесятника еще можно, допустим. Пятидесятник исполняет приказ, при этом так как бы слегка глумится. Эй, человек Божий, ты тут царю давай подчиняйся. Понятно. А воины, их построили, повели, они команду исполняют. Вот много в Ветхом Завете вещей, с которыми я лично не согласен. Вот что хотите со мной делать, но они там есть. И в мире вообще очень много жестокости, в мире очень много страшных вещей. Ветхий Завет нас от них не огораживает. Более того, он показывает, что вот эти самые Божьи люди, они тоже не такие вот мимимишные пацифисты, которые ни в коем случае никому не причиняют вреда. В Новом Завете это будет так, в Новом. Но до этого надо дойти. Многие сегодня застревают в этом самом Ветхом Завете, видят себя Ильей, хотят попалять там не то что пятидесятки, а целые континенты, которые мне угодно и так далее. Но, по счастью, Огонь Божий их больше не слушает. Наверное, то, что они не Илья. Но вместе с тем, мне кажется, очень важно понимать, что вот всё-таки какая-то духовная эволюция есть. Вот есть состояние дикости варварства, когда просто вот убить другого и съесть, потому что он вкусный или потому что он мне не понравился. Есть следующая ступень, когда есть какое-то право, закон, мораль. Вот Илья и другие пророки Ветхого Завета, они на ещё более высокой ступени, когда человек всецело предаёт себя Богу. Но он ещё в этом царстве дикости. Для него ещё вот эти массовые убийства, причём убийства по санкции свыше, это хорошо и правильно. Нужна будет другая ступень, причём не одна, нужны будут пророки, которые будут очень долго, и подробно говорить о том, что вот придёт тот, кто не преломит тройсты надломленные или накурящегося не угасит, фитилёк не затушит. И потом приходит Новый Завет, где всё совершенно иначе. Но вот это развитие, оно должно быть. И мы видим некий довольно ранний этап этого развития, потому что мы не хотим читать, что что-то более позднее и более совершенное нам уже известно. Но смотрите, здесь всё не закончилось тем, что вот и шли, и шли, и шли, а их огонь жёг, жёг, жёг и всё. И когда третий пятидесятник пришёл, то пал перед Ильей на колени и так умолял его, человек Божий, пусть значит что-то для тебя моя жизнь, жить их пятидесяти слуг твоих. Вот, сошёл с неба огонь и спалил прежних пятидесятников с их пятидесятками, но пусть моя жизнь что-то значит для тебя. Смотрите, во-первых, он не говорит с ним с позиции власти и силы, сойди, царь приказывает. И он говорит очень важные слова, пусть что-то значит моя жизнь, жизнь этих людей. Он берёт ответственность за своих воинов, он не хочет им смерти. И ангел Господень сказал Илье, ступай с ним, не бойся его. Ведь для Ильи, между прочим, это ситуация осады, это ситуация боевых действий. Он не просто на холме, он в крепости, в своей крепости, он один гарнизон этой крепости. Его царь берёт приступом, и он отбивает приступ, как он может. И тогда, когда другой человек ему говорит, пусть жизнь что-то значит, вот тогда он понимает, да, с ним можно пойти. Война закончена. Вот это эпизод не только про то, как Господь с неба там попаляет всех врагов, которых кто-то против пророка направляет, но про то, что вражда заканчивается тогда, когда жизнь человека, пусть случайного, пусть, кто такой этот пятидесятник, солдат армии, ну, Ахав или Ахази, в данном случае, понимались как, в общем, скорее оккупанты, чем законные цари, да, мятежники против Давидовой династии. И вот это оккупантские какие-то войска занимают территорию, Илью хотят арестовать, он с ними сражается. Но как только тот говорит, жизнь должна что-то значить, то возникает возможность общения, разговора. И тогда тот отправился с ним к царём. Илья сказал царю, вот что говорит Господь, ты посылал и прошед Баалзового, божество Икронское, словно нет Бога в Израиле, чтобы просить его, за это ты не встанешь с постели, на которой лежишь, но на ней умрёшь. Ничего нового не сказал. И смотрите, весь рассказ, он про жизнь. Царь Ахазия хочет себе жизни, кто же не хочет. И он обращается к языческому богу, Илья сказал ему, если так, то жизни ты не получишь. И тогда тот пытается послать на него войско, но прерывается жизнь не только царя, но и тех, кто действует по велению царя, вот в защиту его, этого язычества. И когда человек говорит, я тоже хочу жить, пожалуйста, пусть моя жизнь что-то значит, то этого человека Илья щадит. Всегда есть возможность выйти из порочного круга. Вечная история, вот какая-то незаконная операция, там истребляют мирных жителей, и потом её участники говорят, мы только выполняли приказ, мы не виновны. Согласно современному праву, с 45-го года, по крайней мере, это уже не оправдание. И человек, исполняющий преступный приказ, преступен. У него есть возможность отказаться. Вот Пятидесятник отказался и не погиб. И его не коснулось то, что коснулось его царя, того начальника, который отдавал приказы. И он, царь израильский, умер по слову Господню, который изрёк Ильян. И поскольку сына у него не было, то вместо него воцарился Ехорам. Это было во второй год царства Невудей и другого Ехорама, сына Ехошафата. Видите, даже имена царей иногда совпадают. Поскольку два царства, но один народ. И имена одинаковые. Прочие об Ахазии, о делах, которые он совершил, записаны в летописном свитке царей израильских. Фактически ничего, кроме истории смерти, про этого Ахазию мы не узнаём. Потому что, видимо, ничего примечательного в его жизни не было. Какие он там строил города, собирал подати и, возможно, проводил военные кампании. Если он их проводил, ну, в примечаниях найдётся.